Виктор Петрович, добрый день. У меня вопрос тоже про коронавирус. Сейчас мы переживаем третью волну, и ежедневно у нас фиксируется прирост порядка 270-180 человек. И такую же картину мы наблюдали и осенью. При этом, если посмотреть на соседние регионы, например, Новосибирск, которые по численности нас превосходят, там количество заболевших выявляется меньше. Вот на ваш взгляд, чего нам не хватает в регионах именно с точки зрения профилактики коронавируса, а не уже последующего лечения в госпиталях? Это низкая осознательность людей, это слабый все-таки контроль за соблюдением предрежима? Или, может быть, у нас более высокие объемы тестирования, поэтому выше выявляемость? В чем причина вот все-таки такого роста у нас заболеваемости? Ну, я думаю, что здесь нет никаких серьезных расхождений. На самом деле, уровень заболеваемости примерно у нас, вот у всех здесь, в Сибирском федеральном округе, примерно более или менее одинаковый. Один регион от другого действительно отличается, ну, скажем, по началу подъема очередного, например, скажем, очередной волны, по его там завершению, сказываются, наверное, какие-то ситуации, связанные с большим количеством людей, которые живут в, ну, скажем так, в городских условиях, то есть более плотная система расселения, как, например, в том же самом Новосибирске. Или наоборот, как всего сейчас у нас с вами идет очень, ну, такой, достаточно такой активный период миграции, люди ездят в отпуск, приезжают из отпуска, тем более ездят за границу, как-то контакты такие широкие, вот, и это, я думаю, тоже много гостей приезжает в край, скажем так. Это тоже, наверное, один из факторов, который там способствует распространению инфекции. Ну и, конечно, общий уровень, ну, такой, скажем так, дисциплины, готовности соблюдать все-таки все меры предосторожности, которые сегодня сформулированы и санитарными властями, и властями региональными. Это тоже необходимо, к сожалению, ну, понятное дело, мы видим тепло, жарко даже, лето, кажется все хорошо и так далее, есть момент расслабления, от этого тоже никуда не деться. Но в целом, повторюсь еще раз, если мы с вами посмотрим, ну, за более-менее, там, такой нормальный период того, как развивается ситуация у нас в сибирских регионах, то примерно она повторяет друг друга от региона к региону. Поэтому существенных таких изменений нет, да и, откровенно говоря, это понятно на таком очень упрощенном уровне. Это понятно, потому что никуда мы не денемся, мы живем в одной стране, мы живем без границ, мы живем по одним законам, примерно одни и те же процессы миграционные, экономические и прочее. Значит, у нас социальные, у нас происходят, и, естественно, поэтому все, что касается таких явлений, как, скажем, эпидемии, пандемии, инфекции, коронавирусы и так далее, оно, естественно, распространяется примерно одинаково. Поэтому, к сожалению, главный все-таки и ключевой, несмотря на вот эти все моменты, которые я перечислил, главный и ключевой момент заключается не в том, что, значит, все такие вот незаконно послушные, недисциплинированные и не соблюдают требования, да, или предписания какие-то, или даже рекомендации, а все-таки в том, что вирус опасный, вирус коварный, то есть он распространяется быстро, передается, значит, большому количеству людей, штаммы появляются новые, они все более, скажем, заразные и так далее. Поэтому это тоже момент, который свое влияние оказывает. И, пожалуй, это основное. То есть нам приходится противостоять и бороться с, ну, скажем, по-настоящему с опасным врагом. Виктор Петрович, вопрос такой. Предвидятся ли какие-то изменения в оказании плановой медицинской помощи в период роста ковидных больных? И рассматривается ли уже вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение? Ну, пока вопрос о том, чтобы плановую помощь как-то приостановить или видоизменить, так не стоит. Сегодня в рамках плановой помощи в первоочередном порядке решаются вопросы вакцинации. Значит, это, я повторюсь еще раз, это тысячи людей ежесуточно, значит, за такой помощью обращаются. В случае, если ситуация в каких-то отдельных муниципальных образованиях будет, как-то перекос какой-то будет, и она будет ухудшаться, то принимать соответствующие меры будем. Но пока, так как у нас организована работа, так как выстроена вся, ну, то, что сегодня называется маршрутизация, кто где, с какими болезнями входит, заходит, выходит, получает, так сказать, лечение или консультацию или что-то еще, все это с учетом опыта и практики прошедшего года, разработанных всех правил санитарных, как это все должно функционировать, нам позволяет работать. В любом случае, в таком более-менее плановом режиме, естественно, с перегрузкой работают у нас сегодня скорые помощи, вы знаете, это прекрасно, служба скорой помощи, естественно, с огромной нагрузкой работают сегодня, значит, наши медицинские работники, которые сегодня и дома людей, значит, осматривают, и лекарства сегодня бесплатно выдаются там же на месте, прием ведется, это все действительно с огромной нагрузкой делается, силы перераспределяются, но, тем не менее, от планового оказания помощи мы на сегодняшний день не уходим. В любом случае, повторюсь еще раз, если ситуация такая и возникнет, то все, что касается, скажем, неотложной помощи, экстренной помощи какой-то, все это наша система здравоохранения обеспечит, так как и приоритетное, значит, вот такое реагирование на болезни сердечно-сосудистой системы, лечение онкологических заболеваний, все это будет у нас продолжать выполняться в необходимом и полном объеме. Значит, если говорить про начало учебного года, ну, еще больше месяца до начала учебного года, поэтому смотрим, как ситуация будет развиваться, пока вся подготовка идет, исходя из такого представления, что с 1 сентября все ребятишки наши в школу пойдут. Вот мы видим сегодня, что ситуация хоть и с высокими показателями, но она застабилизировалась, законы эпидемиологии работают, там вот в течение 3-4 недель, как правило, одна фаза сменяет другую, если мы сегодня вышли на верхнюю планку, так скажем, она вот уже тут больше недели удерживается примерно, по показателям заболеваемости, то вполне возможно можно предполагать и определенное, более спокойное развитие ситуации, так бы я выразился. Поэтому пока все идем в школу, кто идет в школу. Продолжаем, пожалуйста, газета «Тальминская жизнь». Добрый день, Виктор Петрович, сегодня очень много делается для устранения цифрового неравенства, но вот в Тальминском районе многие жители только могут мечтать о доступном интернете. Во многих селах, в других селах, даже в райцентре, нет технических возможностей для подключения всех желающих. У нас сегодня в районе основным поставщиком услуги проводной интернет является Ростелекон, а это устаревшее оборудование, кадровый дефицит, старые сети и, соответственно, качество никакое. После каждой грозы у нас несколько сотен человек до двух недель остаются без связи телефонной и тем более интернет. Будет ли решаться вопрос о покрытии сети интернет в селах в районах нашего края? Да, спасибо. Если коротко, то, безусловно, будет. Есть планы работы на эту тему. Работа эта ведется и в 2019, и в 2020 году велась, и продолжается в 2020 году. Коснулась она, безусловно, и Тальменского района. Очень такой у меня есть подробный материал в целом о том, как программа реализуется. Но поскольку речь идет о большом количестве маленьких поселений, маленьких сел на территории края и Тальменского района в том числе, если мы с вами договоримся, я бы поручил Министерству цифрового развития и связи края подготовить обстоятельную информацию именно по Тальменскому району и газете передать для того, чтобы именно для жителей Тальменского района в привязке к конкретным населенным пунктам эта информация была подробно представлена. Здесь ее много, здесь ее много. Объем работы, ну, заметный, скажем так сказать, реализован. Сегодня ведет большая работа, ну, счет идет на тысячи, то есть там две с половиной тысячи социально значимых организаций по территории края сегодня подключаются по определенной процедуре, по определенной схеме, там, где размещаются у нас сегодня образовательные учреждения, медицинские учреждения, значит, какие-то органы правопорядка, безопасности, значит, дежурные и диспетчерские службы. В наших населенных пунктах от 250 до 500 человек реализуется, ну, уже несколько лет назад принятая программа устранения цифрового неравенства, где обеспечивается хотя бы одна точка на территории маленького села для того, чтобы была возможность, значит, и сотовую связь, ну, в смысле, мобильную связь использовать и доступ к интернету. Поэтому есть информация подробная такая по Тольменскому району, десятки населенных пунктов здесь, так сказать, проанализированы с точки зрения того, что сделано, и ближайшая перспектива. Я попрошу коллеги, чтобы вам передали тогда эти материалы, их можно было бы опубликовать, а здесь, я думаю, ну, будет сложно восприниматься такой мой подробный рассказ. Хорошо? Мы эту работу собираемся делать. Я вот вам только вот еще раз, значит, скажу, вот под рукой у меня есть кое-какие данные. Две с половиной тысячи социально значимых объектов должны будут быть подключены. Эта работа делается без, к сети интернет, делается без средств бюджета Алтайского края. Договор Минцифры России напрямую заключил с генеральным исполнителем этих услуг компании Air Telecom Holding. Вот уже в 2019 и 2020 году суммарно где-то примерно 1300 объектов было подключено. И эта половина от этой цифры, вот вторая половина, будет подключена до конца этого года. Значит, что касается, например, Тольменского района, тут просто я для примера скажу, что 30 социально значимых организаций в 2019-2020 году были в Тольменском районе подключены, 13 образовательных учреждений, 11 администраций сельских советов, 2 пожарные части, 4 ФАПа. Значит, и сейчас еще в 2021, и еще 42 организации будут подключены. И работа эта будет продолжать вестись, в том числе и Тольменская средняя общеобразовательная школа номер 3 также будет на скорости не менее 50 мегабит в секунду подключена. Но, повторюсь еще раз, в подробности такие пускаться не буду. Материалы для именно газетной такой статьи, для подробного изучения, чтобы каждый мог себя найти, они есть, и наше министерство материалы представит. Хорошо? Да. Спасибо.